Дорогие соотечественники, сегодня у нас в гостях доктор экономики, депутат парламента и просто мудрый и умный человек. Я пригласил этого человека, пока не называю его имени, он пока еще у нас не в поле камеры, но вы уже услышали его загадочный голос. Этот человек, да и у него фамилия такая, Головатюк, Владимир Головатюк, он у нас в гостях, мы его приветствуем. Добрый день. И вот, знаешь, как это слово «голова», то есть ты стал доктором экономических наук. Вот какими вопросами ты занимался, какова была тема твоей докторской диссертации, то есть где лежала сфера твоих экономических исследований? Организационно-экономические факторы роста. Расшифруй нашим дорогим телезрителям. То есть в основе экономики, в основе экономического прогресса лежат различные факторы, целая система факторов. Есть естественные, материально-вещественные, там, станки, ну, то, что называется, производительные силы. Есть социальные факторы. Есть еще наша дурь. Есть организационные факторы. То есть мы уже видим, можно в глобальном плане выделить нечто объективное и субъективный фактор, то есть политики. Это сейчас, кстати, когда я ее писал, я не думал, что это будет очень актуально для... То есть в свое время это была инновационная тема? Тогда, казалось, все думали, что вот я, например, когда читал мировую экономику два года в высшей антропологической школе в университете, я помню, что те учебники уже тогда никуда не годились. Там мир описывался так. Свободное движение идей, товаров, идет прогресс невероятный, все процветают, все сбалансировано, рынки все... А вот оказалось, что что-то не то. И еще один момент. Много догм, которые имели место, и то, о чем вы отметили, приписывалось классикам. Ну, Марксу, Энгельсу, Ленину. И я всегда удивлялся, ведь это не так. Еще Энгельс в 1894 году писал, то, что нас с Марксом называют экономический детерминизм, это не совсем так. На определенных этапах развития общества, государства, политики, как люди и политики, как деятельность, они могут оказывать решающее влияние. Ленин писал, политика не может не иметь первенства над экономикой, особенно в переломных моментах. Для нас это очень актуально. То есть, если политики и политика идут в разрез с потребностями экономики, то есть они ломают экономику, тогда страдают люди, тогда вот то, что у нас. Если же политика и политические деятели действуют в соответствии с потребностями экономики, отвечают на вызовы адекватно, тогда это ускоренный экономический рост, тогда нормальные стандарты и качество жизни, и тогда обществу хорошо. Тогда мы можем сказать, что когда Марса обвиняли в том, что он однобоко выдвинул свою знаменитую формулу бытия, определяет сознание, они забыли, что Марс имел как диалектик и вторую часть, что и сознание определяет бытие. Энгельс ответил, что мы отстаивали первенство материального, то есть бытие определяет сознание, потому что мы боролись против одностороннего идеалистического понимания истории. Который перекос был наоборот. Историю делают герои. Для того, чтобы палку выровнять, ее нужно немного перегнуть. Да, и поэтому воспринято это было как однобокое. Второй момент. Если посмотреть с этой точки зрения, скажем, начнем как ни странно с глобальной, так называемой глобализируемой экономики, мы замечаем странные вещи. Трамп фактически является ярким представителем протекционизма. И наоборот, Си Цзиньпин ратовал недалеко в Давосе или где там. Открытую. Да, он заглобализируемый мир. Что случилось? Почему все перевернулось в датском королевстве? Ну, во-первых, и тот, и другой следуют принципу реализма. Раз. И стопроцентного прагматизма. Они исходят из тех конкретных условий, в которых находится та или иная страна. Трамп отвечает на вызовы, которые стоят сегодня перед Соединенными Штатами Америки. И решают задачи Америки. Огромный госдолг и все прочее. Конечно, мы это говорили. И у вас в студии, вот в чем разница между ВВП и ВНП? Валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт. Разница это... Валовый внутренний продукт это то, что производится на территории данной страны. Честно, географически, скажем так. Да, в политических и административных границах страны. А валовый национальный продукт это то, что производится национальным капиталом. В данном случае американским, китайским, молдавским. Ну, так вот, данные... То есть, знаменитые транснациональные компании. Да. Так вот, то, что Трамп очень четко уловил. ВНП, валовый национальный продукт Соединенных Штатов Америки, выше, чем валовый внутренний продукт, вот с коэффициентом 170%. То есть, американский капитал работает не на Америку. Он работает на другие страны. И поэтому виниться кассы купить. А из него делают клоуна, врага демократии, либерализма. Это прагмат и очень... Фактически, я слышал от представителей американцев, рассказов был на Конгрессе время, они сказали, Трамп это фактически пожарник и спасатель. Это не клоун, это не какой-то аберрант. Это очень трезвый, реалистически мыслящий человек. Кстати, с колоссальной силой воли, вот с тем, что говорили, что и сознание определяет бытие. И за ним, конечно, половина американского эстаблишмента. Не те, которые надувают финансовые пузыри, которые деньги, которые гуляют по миру, как ты только что говорил. Но это люди... И он это отметил в своей инаугурационной речи. Не побоялся. Я даже не хочу употреблять слово «не постеснялся». Не политкорректно. Не побоялся. Он конкретно указал, помните, как слова поэта «вы», с одной толпой стоящей у трона, показал, там же был и Клинтон, и Буш, и Обама. Весь эстаблишмент, да. Да, он сказал, вы думали о своих карманах. Вы не думали о жизни металлургов, учителей, врачей и, к сожалению, имеющих место безработных в Соединенных Штатах Америки? И, конечно, Си Цзиньпин, поскольку я работал много лет в Китае, был там послом и хорошо знаю, и отслеживаю до сих пор, и контачу с тем, что там происходит. Дело в том, что китайцы еще тогда говорили. Они говорят, что такое, говорят, знаменитая глобализация. То, что технологии, то, что идеи, то, что люди, это нам понятно. Но в глобализации есть еще нечто, о чем нам не говорят. Я говорю, товарищи китайцы, что это за то нечто, о котором нам не говорят? Они говорят, так это не глобализация, это американизация. То есть, на тот момент, пока Америка, доллар, он и сейчас могучий, 70, по-моему, процентов мировых транзакций в долларах. Сделки, транзакции. И практически все сделки за нефть. Да, потому что это у нас тут евро, евро. А так вот в мире, если вы придете с евро где-то в Индонезии, там вот с долларом придете, или даже в Тибете далеком, вот где я был, на территории Китая, все пастухи местные знают, что такое доллар, и очень мало кто знает, что такое иена и неена. Ну, вы знаете, вот тоже меня удивило недавнее заявление первого вице-премьера о том, что перевести, обязать Национальное бюро статистики информацию об экспортно-импортных операциях в евро. Но все-таки в Молдове, и вот скоро будет доклад Национального банка о ситуации, о процессах и операциях в 2016 году, мы увидим, сколько сейчас. Но большинство, основная масса всех сделок валютных, она идет все-таки в долларах. Было 80%, 70%. Как в мире, так и у нас. Конечно. Ничем мы не выделяемся. Теперь получается такое, что шла американизация, а сейчас началась китаизация. Так получается. И, соответственно, это я говорю о том, что за скобками, вот как они и говорили. И очень диковинно и странно смотреть, значит, когда Синдзипин, их там и коммунистами обзывают, и честят всякие, что они ретрограды там, и что у них нет прав человека, и нет чего. Я честно скажу, я нигде не видел такого либерализированного рынка и труда. И особенно малый и средний бизнес, как Китай. Таких свобод я не видел нигде. Ну а насчет, что говорят у них, там рты затыкают и так далее. О, сколько я там видел в Пекине всяких сходах, демонстрации, шума. Они просто живут чуть-чуть по-другому. А тут как? Лекало-стандарты. Значит, это не политкорректно. Это тиран. Это там тоталитарный режим. Это такой, это сякой. И вот один из примеров. Взяли тоталитарный режим в Ливии. Тирана страшного Каддафи убили снаряка, почем зря. Страна развалилась. Не считай. Деньги куда-то те пропали, уплыли. Что на счетах были. Да, вот так. А потом удивляются, почему эти все ребята, особенно молодежь. Там где-то 80-90% иммигрантов, крепкие, молодые ребята, такого спортивного вида. Они куда хлынули? Вы нам разворошили? Так принимайте, открывайте ворота. И приняли. Вы знаете, я хотел бы немножко вернуться. Как связана экономика с демографией, с политикой. И с социальными вопросами. Как бытие определяет сознание, соответственно сознание определяет бытие. Цикл захлопнулся. Я хотел бы немного вернуться. Вот вы сказали по поводу Китая, открытость и так далее. В экономике, в экономической политике не может быть раз и навсегда зафиксированных стандартов. И пример тому экономическая политика Китая. Да, открытость. Попробуй, попадя на экран. Секундочку. Но они увидели, мир трясет. И они так сильно завязаны на международную, на мировую конъюнктуру, что их начало трясти значительное падение темпов роста китайской экономики. И они увидели, извините, какой рынок. Миллиард ртов. То есть не миллиард, а миллиард ртов. И поэтому сейчас у них несколько изменился подход. Всяческое всемерное стимулирование внутреннего потребления. Потребителя надо выращивать. Нет, у них раньше рост определялся внешним спросом. Они производили и все продавали. Теперь они увидели, там сокращается спрос. Надо балансировать. Теперь нужно внутренний спрос поднять. И они начинают социальные программы, строительство, дороги, мосты и так далее. Да, инфраструктура там сейчас развивается. Помните, сколько производства бетона, сколько они сделали мостов, дорог и так далее, что Соединенных за один год, сколько США за 10 лет делают. Это все внутреннее потребление. А там, кстати, разваливаются дороги национального значения. Их надо развивать, не развиваешь. А вы знаете, откуда столь прекрасные дороги в США? Они не были всегда. Это так выходила Америка, Соединенные Штаты Америки из Великой Депрессии. Собственно, да. Государство занималось строительством дорог. Тем самым стимулируя оживление экономики. Да, военная Германия. Если посмотрим на Адольфа Шеклгрубера, он на этом и, собственно, и нацию объединил. Автобаны знаменитые немецкие. Это после плана Маршала. А плана Маршала, это уже после военной, когда при Аденауре. То есть, кстати, очень сильный индикатор, это когда в стране строится инфраструктура дороги. А у нас какая-то вот странная мимикрия. Вот возвращаемся к Молдове. Значит, все знают, что строительство дорог верный признак того, что экономика идет на подъем. Строительство домом. Да, и как фактор. Но забывается об одном. Вопрос первый. За чей счет строятся эти дороги? И второй момент. Какого они качества? И вот тут, значит, нам любят обычно говорить. Вот вы смотрите. Вот мы с Евросоюзом, с МВФ в ладах. Все у нас чеки-чеки. Все хорошо. Посмотрите, как дорожное строительство повсюду идет. А с другой стороны, мы замечаем, что это дорожное строительство, это не подарочки от Господа Бога. За это все надо будет платить и расплачиваться. Если не нам, то нашим деткам, внукам. И второй момент. Мы видим проблему качества. Вот эти Шалару, знаменитый строитель дорог. Кишиневские дороги. Да, про наши Кишиневские, значит, вот, где Михаила Федоровича, племянничек, трудится и старается вовсю. Мы видим, как мы смотрим в Кишиневе. Вот простой пример. Проехать по Кишиневу из пункта А в пункт АБ – огромная проблема. Не только из-за пробок, а качества дорог. А пробки в том числе и тоже из-за состояния дорог. Я ответил, у меня в гостях были иностранные, значит, гости. Люди заехали в Бутучены, там природа, красивое место. И спрашивают, значит, после рюмки чаю, говорят, господин посол, у них так, что ты хоть и в Африке останешься послом. А почему вот у вас, говорит, столица, это же столичный город и все такое. А почему такое вот состояние инфраструктуры? Я говорю, что имеете в виду дороги, то да сё. А с другой стороны, вроде как мы смотрим, как бы у вас показатели на душу населения. А столько таких дорогих машин, внедорожников, чтобы защитить честь родной стороны, ответил. Что такое внедорожник? Это танк на колесах. В таким хреновым дорогах могут ехать только внедорожники. Они похохотали, поняли, что я ушел от ответа. Но вот на твой взгляд, как же при нашей такой бедности и нищете столько невероятно богатых машин, такого ни в Париже, ни в Риме, нигде не увидишь. Такого колеса вполне, Порши Каенны, там всякие могучие, даже паркетные тенедорожники. И все же люди удивляются. Как же так? С одной стороны, как бы нищета, с другой такой. А что, теневая экономика, значит, у нас на 70%, на 80% нет? Ну, не на 80%, 70% немножко поменьше, но все-таки не за что. Потому что, смотри, если объективные показатели такие, а жизнь мы реально объективно видим такая, значит, возникает вопрос, это что? Значит, у нас такая мощная теневая экономика? Знаете, опять же, вспомним Маркса, он сформулировал абсолютный закон капиталистического накопления. Бедные беднеют, богатые богатеют. Это про нас сейчас. То есть происходит сильнейшее расслоение общества. Сильнейшее. Разница, вот если в статистике бедности общество разделить на 5 частей, вот квинтили. То есть первое и пятое, то по доходам она отличается не в разы, а в десятки раз. То есть, что у нас получается? Причем этот процесс мы смотрим не только у нас в Молдове, он и на мировом уровне. Мы что смотрим? Богатые страны богатеют, нищие и нищают. Но самое страшное, что в Америке казалось цитадель, так сказать, всех либеральная. Рука рынка Адама Смита, сама автоматом, все решит все вопросы, оказалось бредом. Особенно после кризиса 2008 года. Глава ФРС, когда его спросили, как же это случилось, такой пузырь лопнул. Он говорит, я слишком доверял невидимой руке Адама Смита. Идеям либерализма. Однако все отрегулировал. Так возникает такой вопрос. Значит, почему Трамп побеждает в Америке, где все эти политкорректности, вся вот эта чушь, мишура и фейки и все такое. Как же, неужели русские хакеры тут такие оказались, крутые ребята, вездесущие. Сейчас эту тему обыгрывают стать и во Франции, потому что тема оказалась. Ну, понятно, да. Нет, я думаю, что... Так вот, смотри, вопрос заключается в чем. Значит, там оказалось, что выпускникам вузов, а там огромное количество вузов, некуда устраиваться. Они идут в бензоколонки, в бары, устраиваются, где кто не попадет. Причем хорошие вузы, хорошие специалисты. И что у них получается? У них получается, что средний класс вымывается, он утончается. А ведь все что говорили? Что победа демократии, либеральной демократии, там, где силен средний класс. Так, батенька, где взять этого среднего класса? Ты же сам вот только что говорил, что происходит? Потихоньку он истончается, истончается. Причем большая часть идет в нищих, скажем, которые еле-еле сводят концы и концами, а небольшая часть становится все богаче, богаче и богаче. Потому что, помнишь эти знаменитые данные Forbes? Там что оказывается? Что какие-то 60 мультимиллиардеров владеют той же собственностью, если исчислять в долларах, в богатствах, активах, в чем угодно, что и половина, самая бедная, половина населения планеты. А, планеты. Планеты. То есть, вот население планеты, делим его пополам, и вот эта половина, самая бедная, если их сбросить по рангу туда, имеет то же количество, грубо говоря, долларей на руках, как какие-то 60 человечков, которые возглавляют список Forbes. О чем это говорит? Это, мне кажется, вот то, что ты эту тему и затронул, мне кажется, это страшный индикатор того, что что-то в мире происходит не так. И вот вернемся к нам в Молдове. У нас же те же процессы. Ты объясняешь это, вот это количество этих, тем же самым эффектом. То есть, те, кто на виду, те, кто, так сказать, что на виду? На виду машина, потому что ты можешь много чего спрятать. Вот. А машина ж фудулей, надо ж по всему миру показать, да. Вот. Одни говорят, что это, мол, Виктор Иванович, не покупайтесь на это, это такое все, как бы, показуху. Молдаване любят показуху. Я говорю, показуху-то, показуху, но многие из этих машин стоят невероятно больших денег, целые состояния. А с другой стороны, это нищета, это, видимо, и следствие вот этой всей богатства и показухи. Скажи, пожалуйста, Владимир, вот с твоей точки зрения, вот государство, его институты, они призваны защищать гражданина. Защищать в каком смысле? Защищать его права. То есть, право на труд, на свой бизнес, на все. Скажи, пожалуйста, насколько, вот как депутат теперь парламента, партии социалистов, то есть партия социальная, интересов общества, да. Скажи, пожалуйста, насколько вот это наше чиновничество, я имею в виду от верхнего до низового муниципального, там, на местах и так далее, насколько оно справляется со своей главной задачей, защитой интересов рядового гражданина, без которого они бы не властвовали. Ну, ответ, как вопрос связан, то есть, каков результат? Да, результат мы видим, какой. Народ беднеет, уровень жизни снижается, качество жизни ухудшается. Вот это и есть результат. Самый видимо. Очень интересный вопрос, я думал, вы его зададите. Как они, на что они ориентируются, во имя чего они проводят политику, политики свои. Так вот, на словах, конечно, они прикрываются человеком, его чаяниями, потребностями, интересами. Законностью. Все для человека, все во благо человека и так далее. Но это лишь прикрытие. На самом деле, очень мало с реальными потребностями реальных, конкретных людей имеет эта политика. И, ну, тут куда угодно. Мы уже не говорим про это пресловутое соглашение об ассоциации, что, в принципе, делалось-то все во благо. И увеличение экономики, экономический рост, увеличение экспорта, снижение цен. Все это было. А где все это? То есть, единственное, что получили, безвизовый режим. Ну, безвизовый режим, как бы, до этого был получен. Это не является следствием подписания соглашения об ассоциации. Не, ну, под это, как бы, в кредит дали. Ну, они же, ведь народ наш покупался. Ты помнишь, при Владимире Николаевиче 70% населения, вопросы были довольно объективные, были за Евросоюз. Сейчас все перевернулось с точностью наоборот. 70 против и только 30 за. Вот. А чего произошло вот это требование? А ведь у власти были именно те люди, которые кричали о светлом, европейском будущем и светлом. Нет результатов, дискредитировали идею. Результатов нет. Естественно, народ остановился, пересмотрел свои, так сказать, идеалы. Человеку, вот опять же, третий раз... Ботия и сознание, так? Третий раз вспоминаю или вспомню Маркса. Энгельс на могиле Маркса сказал, что Маркс научно доказал известную всем истину и сделал из нее далеко идущие выводы. Прежде чем заниматься политикой, философией, культурой, наукой и так далее, люди должны есть, пить, одеваться. И в тепле проливать. И в тепле. Не заботятся... Защищенными быть. Дети, здравоохранение, образование. И от того, как решены все эти вопросы, люди и оценивают свою власть, оценивают то общество, в котором они живут, насколько эти порядки отвечают их чаяниям. Вот основной ответ. Вот на что. И относится... Трамп именно на это обратил внимание. Он не придумал что-то из космоса. Он посмотрел на свой материал. То есть, Трамп оказался марксистом. Так получилось. Оказалось, что я в самом начале сказал, реалистом. Ты знаешь, что интересно? Вот я почему посмеялся, Трамп оказался марксистом. Ведь известно, что был один период, когда теорию Марса, кому не лень, все обливали грязью, кричали, что его доказательство эксплуатации неверно. То есть, все неправильно. Но, насколько известно специалистам в этой области, почти все крутые акулы, как говорят, империализма, капитализма, все с большим уважением относятся к Марсу. И все его читали. Я говорю, во время кризиса 2008 года был такой бум в спросе на капитал Маркса. Особенно третий том, где Марс изложил основные механизмы функционирования экономики. Фактически, изложил это Энгельс, третий том Марса уже был, он только первый успел написать. Нет, первый, второй, третий, четвертый. Смотри, второй и третий, фактически Энгельс написал. Но он клянется и божится, что он основывался на записках и идеях Маркса. Так вот он говорит. И что Марс... Нет, так я говорю, что... Энгельса не забывали, он же как бы тоже великий человек. Ну, Энгельс начал экономистом, а стал философом. А Маркс наоборот, был Влада Гегельянцем, философом, а потом уже стал экономистом. Он только одно сказал, если... Вот я помню нам, когда Диамат читали все эти дела, что он сказал. Я, в принципе, он говорит, и остаюсь Гегельянцем. То есть, он всегда уважал Гегеля за его диалектическое мышление и все. Он говорит, кроме одного, что я, говорит, во главу ставлю все-таки не идею, а материю. Вот акцент на... Первая основа, первая причина. Итак, возвращаемся от философии, возвращаемся от Марса, от Трампа, который, я вот шутку назвал марсистом. Кстати, это далеко не шутка. Практически в этом его и все, и СНН обвиняют, и все, что он популист, он там все такое и многое другое. Но я думаю, что будучи трезвомыслящим человеком, значит, Трамп все-таки изменил тренд в мире. В мире все начали понимать, что за все надо платить. И вот эти кагалы чиновников, мы же говорили, у нас в Молдове, что делают чиновники, что делают, так сказать, реальные люди, которые что-то делают, что-то трудятся и так далее. И мы видим, что копия Советского Союза возникла в Брюсселе. Они помимо НАТО, где их заставляет сейчас Трамп поднимать свои взносы, они еще какие-то армии свои начинают придумывать. Это вообще непонятно никому. Если вы в НАТО, если вы в эту общую систему, зачем вам вот эти европейские отдельно взятые армии? Это же опять куча чиновников, куча... Зачем это? Не, они и так есть. Не, но смотри, нас все время запихивали в НАТО, да? И давили, и сейчас давят, и не забывают. Скажи, пожалуйста, вот этот растерянный Расмансен, когда приехал министр обороны США, этот железный МЭД, вот, он как-то за ним семенил, как собачка, и какой-то был припуганный такой этот самый Расмансен. Вот, скажи, пожалуйста, отстанут от нас немножечко эти липкие ручки НАТОвцев или нет? Как ты думаешь? Зависит от нас. Зависит от нас, от четкой позиции. Вот теперь, как депутат парламента, расскажи, за что ты там борешься? Ну, я борюсь в составе фракции, то есть наша фракция занимает однозначную четкую позицию, кстати, та, которая мы ничего не придумываем. Мы сторонники Конституции. В Конституции четко прописан нейтралитет. Нейтралитет Молдовы, вот, и мы отстаиваем эту позицию. Нейтралитет, то есть не участие в каких-либо блоках. Вот и все. Ты знаешь, у меня вообще такое складывается удивительное, как бы тебе сказать, отношение или мнение. Значит, вот я смотрю, везде, где появляется партия социалистов или молодежь ей симпатизирует, или граждане, которые вот депутаты поддерживают в городе, творятся всякие безобразия, у меня такое странное впечатление, что вообще, так говоря, партия социалистов не занимается ничем иным, как требует просто соблюдения тех законов, которые есть. Если бы даже это бы соблюдалось, уже бы, я считаю, большой успех. Все правильно. Мы ничего не выдумываем особенного. То есть то, что прописано уже и в Конституции, и в основных политических документах. Давайте соблюдать закон, давайте соблюдать те нормы, которые были прописаны в документах. И все, ничего нового. Мы в этом плане консервативны. То есть мы не... Но нас преподносят, как революционеров, как мы что-то ломаем и так далее. Нет, мы отстаиваем те устои, на которых должна базироваться наша страна, которая была прописана изначально. Но другое дело, вот мы говорим, почему так все происходит. Да потому что у нас архиплохо обстоят дела в экономике. По сути, экономики, пусть простят меня бизнесмены, ну нету. У нас руководителей, скажем так, командиров бизнеса, ну 40-50 тысяч человек. Их всех можно собрать на стадионе Зимбру. Всех построить, довести до них правила игры. И теперь, ребята, начинаем работать. При активной роли государства, как судья, третейский. Где-то через госзаказы, где-то через нормативное регулирование, где-то через лицензии, где-то через экспортные и импортные пошлины. То есть, чтобы государство было настоящим регулятором. И бардака, анархии не было. Конечно. Не какой-то там ночной сторож, как Энгельс писал про государство 19 века. А государство, которое активно участвует в экономике. Либо через госсектор, но это не самое главное, не самое обязательное. Либо через активную политику. А политика, как мы уже сказали, должна отвечать потребностям страны. Сегодня, опять же, мы не решили те проблемы, которые должны были быть решены в 90-е годы. Что мы получили? В результате 90-х годов у нас экономика сжалась на 70%. Инвестиции сократились до нуля. 90% минус. Сельское хозяйство более чем в два раза. Мы до сих пор одна из практически единственных, но еще есть пару стран постсоветского пространства, которое не восстановило объемы 89-го года. Вы представляете? У нас меньше реальная заработная плата, меньше реальная пенсия, меньше объем инвестиций. У нас реальные услуги, здравоохранение, образование. У нас деформированная структура экономики. Что мы хотим? Ведь говорят, вот вы ратуете обратно в Советский Союз. Да неправда это. Это невозможно. Это невозможно. Но мы хотим хотя бы восстановить то, что было. У нас доля в экономике, доля в ВВП производства товаров, то есть производственных секторов буквально, было около 70%, а сейчас 25%. У нас ярко выражен аграрный характер. У нас практически доля промышленности и сельского хозяйства практически одинакова. Где-то 12 сельское хозяйство, 13-14 промышленность. У нас налоги 17% ВВП. Сектор услуг, этот к 60% приближается. Вы понимаете? У нас торговля, торговля превышает, практически превышает объем перерабатывающей промышленности. То есть, грубо говоря, мы не производители, а потребители. У нас, смотрите, у нас потребление составляет 140% от размера экономики. У нас потребление составляет где-то 110-115%. Мы живем за счет остального мира. То есть, мы живем за счет денег наших гастарбайтеров. Мы торгуем самым ценным, что есть у любой нации, человеческим капиталом. И долгов. И долгов. Депт. Вот два фактора, которые определяют наше существование. Живем на долги. И самые ценные куры, которые несут золотые яйца, мы их выбрасываем за пределы страны. Правильно. Поэтому тот политик будет успешным. Та партия будет успешной, которая сможет эти вопросы решить. И мы шли и на парламентские выборы 2014 года, и наш кандидат в президенты шел в президентскую кампанию. То есть, господин Додон Игорь Николаевич, мы должны построить экономику не потребительскую, а экономику, основанную на инвестициях, на экспорте, на собственном производстве, индустриализации страны. Мы должны создать. И не только, которая базируется на переработке сельхозсырья. В этом мы сильны. Это возродить и консервную промышленность, виноделие. Даже тот табачный комбинат. Он был бюджетаформирующим в Советском Союзе. Какая доля была поступления от табачки в бюджете? Сейчас ноль. Вот эти все вещи должны ставиться во главу угла. И теперь что получается? Опять возвращаемся к теме Молдовы и мир. Мы не живем в вакууме. Мы зависим от любого чиха где-то на западе или любого чиха на востоке. Это понятно. Маленькая страна. Причем, извините, чтобы было понятно, через все мыслимые каналы. Через экспортно-импортные операции по товарам. Через движение капитала, займы, возвраты. Вы представляете, что завтра нынешняя власть была лишена подпитки. В 2015 году, в мае и в юне практически все иностранные доноры, европейские банки, европейский союз и так далее, сказали стоп. И началась астма. И что здесь началось? И все. И неисполнение бюджета, и пересмотр бюджета в сторону понижения. И понеслось. То есть, и через движение капитала, и через трудовые ресурсы. Это вот три канала, через которые Молдова вовлечена в мирохозяйственные связи. Не только в регионе, но и в мировых процессах. Вообще, как сущность. Конечно. Поэтому, то, что вы сказали, если где-то кто-то чихнет, мы будем очень сильно кашлять. Да. И страдать отдышкой, как ты только что говорил. Так вот, как бы в этой плоскости отношения Молдова и мир. Значит, одно время, вот было очень модно, все говорили, я никак до меня, до моей тупой головы не доходила, математика и кибернетика и логика, что такое постиндустриальный мир. Вот постиндустриальный мир, сидят ребята за компьютерами, креативно, творчески, что-то там лепят какие-то программы. А ведь только что, вот ты сам говорил, ребята, если нечего кушать, если нет тепла, если нет каких-то определенных товаров. Элементарных условий жизни. Да это без этого жизни не бывает. Кто же будет заниматься вот этими сияющими. И что оказалось в результате? Оказалось, что вся эта идея постиндустриального мира, пшиком и фикцией, придумали там четвертый уклад, пятый уклад. Технологический. Вот Китай, просто ярчайший пример. Что в результате получается? Америка печатает зеленые бумажки в огромнейших количествах. Кто их обеспечивает? Индустрия, грубо говоря, Китая. Получается, Америка и Китай. Одни печатают бумажки, другие делают. Но тогда эти китайцы говорят, подождите, ребята, мы берем у вас эти бумажки, а что мы за эти бумажки сможем поймать? И говорят, давайте мы вот у вас будем скупать акции в ваших каких-то компаниях. А этого нельзя делать. То есть, что получается в мире? В мире получается, что все равно те страны, которые производят реальные ценности, потому что услуга, это такая штука. Если это услуга врача, да, без нее нельзя. Услуга учителя, да, без нее дебил вырастет, босяк непонятно, не нашло, не способный. Но есть же еще такие сомнительные услуги. Вот хочу себе яхту, да, там за 100 миллионов баксов, и там, чтобы там стояли бои и так далее, и тому подобное. Вот такого рода услуг, а услуга казино, Лас-Вегас и так далее, не складывается ли у тебя впечатление, что финансовый капитал, опора на деньги, опора на вот эти развлечения, услуги вот такого рода и так далее, он непропорционально много съедает. Деньги эти не идут, чтобы крутить колеса экономики. Они, это Лас-Вегас фактически. Диктор, вы отметили очень правильную вещь, возможно интуитивно отметили реальную причину кризиса восьмого года, мирового экономического финансового кризиса, это мыльный пузырь. Я вам скажу, что сумма всех, даже не квази денег, а сумма всех облигаций, которые были выпущены государствами, частным сектором, то есть компаниями, корпорациями, это долговые бумаги, они к восьмому году составляли порядка ста триллионов долларов. Скажите, а масштаб, размер всей мировой экономики менее восьмидесяти. Вы чувствуете, мыльный пузырь 100 триллионов и ВВП всего мира менее восьмидесяти триллионов. То есть этот пузырь должен был лопнуть в восьмом или в десятом году. И эту проблему, кстати, очень четко сформулировал и тогдашний и Папа Римский, и патриарх, так сказать, Сейер-Руси Кирилл, что это финансовая оболочка, это мир в своем развитии оторвался от реальных потребностей. И помним, что писал великий поэт, что не нужно золото ему, когда простой продукт имеет, как государство богатеет. Из-за Евгения... Конечно, дядя самый честный правил. То есть не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Кто выигрывает в кризис? Не тот, кто имеет фантики, а который имеет производственные мощности. Реальные активы. Поэтому это очень актуально для Молдовы. Мы должны, конечно, развивать сферу услуг, IT-технологий. Все правильно, все правильно. Но нам нужно, первое, остановить сползание страны дальше точки невозврата. Нужно остановить падение, нужно восстанавливать экономику, нужно проводить индустриализацию. Производящую экономику. Конечно, производящую экономику. Нужно помогать сельхозникам, аграрникам. Но понимать, что это не может служить основой устойчивого роста экономики. Но это очень важно для Молдовы. Спасибо большое. Итак, у нас в гостях был Владимир Головатюк, который оказался не только доктором экономики, не только государственным деятелем, но и человеком с очень развитым философским мышлением и большим любителем поэзии. Спасибо. Ну что, дорогие телезрители, дорогие соотечественники. Мы видим, что зима потихонечку начинает отпускать нас из своих цепких и жестких рук, что по-любому весна начинает проявлять себя. То же самое производится не только у нас в Молдове, но и во всем мире. Потому что наверняка после жесткой, суровой, либерально-демократической зимы стали проявляться некие признаки социального потепления, когда этика и мораль, основанная на нас справедливости и на человечности, начинают доходить до мозгов усталого мира. Жить иллюзиями больше нельзя. Благодарю за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.